МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как отметили День пожилого человека в Самарском дворце ветеранов? Чем увлекаются люди серебряного возраста в столице Поволжья в 2023 году? Какие новые проекты начали самарские ветераны? В нашей студии Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения Дворец ветеранов городского округа Самары. Ольга Николаевна, здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. Добрый день. Давайте начнем с 2023 года. Как проходит 23-й творческий сезон в Самарском дворце ветеранов? Потому что ваша организация вышла на такой уровень, что у вас сейчас уже настоящий творческий сезон. Действительно это так. Дело в том, что сегодня Самарский дворец ветеранов можно по праву назвать социальным феноменом, который родился на Самарской земле, который развивается, развивался и развивается до сих пор. Как любая организация, у нас есть жизненные циклы. Мы живем годами не календарными, а вот такими сезонными. Начинаем в сентябре и заканчиваем 22 июня уже на следующий год. 23-й творческий сезон. Мы начали в сентябре, когда в нашем дворце собрались люди, которые занимаются в наших творческих коллективах. Люди, которые хотят жить активно, которые хотят развиваться, которые хотят делать добрые дела, быть полезным обществу. И на сегодняшний день можно сказать, что, например, творческих коллективов у нас 28. И в рамках открытия творческого сезона мы не смогли предоставить слово всем. Потому что действительно люди, которые приходят к нам заниматься, через какое-то время они понимают, что уровень их профессионализма таков, что они хотят быть увиденными, услышанными. И коллектив, который задумывался, например, как клуб любителей песни, для того, чтобы занять свое время, собраться, вспомнить песни своих бабушек, дедушек. Сегодня это концертирующий коллектив. И, например, из этих 28, 4 коллектива у нас имеют звание народный самодеятельный коллектив. Хор ветеранов, танцевальный коллектив ретро-стиль, вокальный коллектив «Дольче». Это как раз вот те коллективы-флагманы. И надо сказать, что творческий сезон – это не только мероприятие, которое проходит во дворце, которое проходит на базе наших филиалов. У наших коллективов очень серьезная выездная концертная деятельность. Мы выступаем в муниципальных учреждениях культуры, в домах культуры, на базе библиотек, проводим дворовые праздники. То есть мы там, где нас ждут, где нас приглашают, с тем, чтобы создать жителям нашей города, области, страны и соответствующее настроение, и показать, что такое активное долголетие. Например, у одного из наших коллективов, хор ветеранов войны труда, который имеет звание народный, в год 75-летия Победы они дали 75 концертов на территории нашей области. 75. То есть практически все крупные населенные пункты нашей области, мы приезжали, давали концерты в составе сводного хора трех поколений. Это очень серьезно. 75 – это получается каждый месяц по несколько концертов. Да, да. То есть это серьезная работа. По два концерта в дите любоприятия. Да, это не просто уже занятие для души, это серьезная работа. В этом году наш хор участвует в проекте «Мы вместе» в поддержку событий в СВО. Ребят, которые сейчас проходят лечение на базе лечебных учреждений нашей области, нашего города. И действительно с гордостью говорю о том, что 23 сезон позволяет сказать, что Дворец ветеранов – это место, это дом, где согреваются сердца. Это место, где хотят и могут быть счастливыми. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих влиться в нашу творческую семью, стать участниками наших событий. Для этого достаточно позвонить по телефону в наш Дворец ветеранов. Мы дадим информацию по всем мероприятиям. Посмотреть на официальном сайте нашего учреждения. Очень у нас активно ведутся соцсети, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграм. Поэтому присоединяйтесь и будьте с нами. А какие новые проекты, кстати, запустили уже в Самаре в этом году? Да, в сентябре можно рассказать о нескольких проектах, которые рождены в прошлом году. И сейчас мы активно работаем над их развитием и продвижением. Ну, пожалуй, первый, про который я бы хотела сказать, у нас есть телестудия «Моя история». То есть это телестудия, которая объединила людей пожилого возраста, но которые хотят заниматься телевидением, журналистикой, самому снимать какие-то сюжеты, репортажи, быть в курсе событий и рассказывать про это. Есть серьезные результаты в этом направлении. Телестудия наша периодически системно публикует свои выпуски в наших соцсетях. И вот сейчас мы переходим на несколько другой уровень, когда те, кто обучился у нас в рамках телестудии, могут стать наставниками для новых людей. Для тех, кто хочет. Для тех, кто хочет. Поэтому вот этот проект, когда мы, можно назвать это систему наставников, то есть, на мой взгляд, за именно этим направлением будущее, потому что ресурсы дворца, они ограничены. Материальная техника. Конечно, территория просто ограничена. Территория. Мы не можем принять всех желающих. А если девиз «научился сам, научи другому, будет действовать», то это уже даст больший, лучший эффект. Поэтому сейчас вот мы набираем в подготовительную группу нашей телестудии, тех, кто желает, дадим какой-то им такой базовое знание в этом направлении, а наставниками будут уже те, кто уже в телестудии несколько лет занимается. И мне кажется, вот это очень здорово и хорошо. Это очень интересно, потому что это, ну, как бы, вообще выводит на другую систему отношений. Да, согласна. И вот, так сказать, созвучен наш проект новый, который получил грантовую поддержку. Он называется «Думай, тренируйся, живи». Ну, всем известно, что в пожилом возрасте одним из таких вот, ну, главных проблем – это подводит память, да, внимание уже становится… Ну, когнитивные проблемы, да. Когнитивные проблемы. Вот. И понимаем, что нужно заниматься системно, чтобы какую-то давать зарядку для ума, с тем, чтобы как можно дольше сохранить свой ум в ясности. Вот, в течение двух лет в нашем дворце действует объединение, которое называется «Внимание, память». С людьми занимается наш педагог на основе, там, нейробики, ментальной арифметики, упражнения такие. И вот, опять же, вот созвучно нашей телестудии пришла идея, что не все к нам могут доехать, не все к нам смогут прийти, и мы не всех можем принять. А вот такие, что называется, соседские практики – освоить комплекс упражнений, получить набор дидактических материалов, и вот с помощью них своими родственникам, подругам, друзьям тоже научить вот тому комплексу упражнений, которые, если ты делаешь там в день 20 минут, уделил этому времени, то уже больше шансов уйти от деменции, от других сопутствующих заболеваний. Вот это наш новый проект «Думай, тренируйся, живи». То есть мы набрали две группы людей, 20 человек, которые станут инструкторами для своего, так сказать, ближнего. А то есть они не для того, чтобы себя вылечить, а для того, чтобы… Нет, они научатся, то есть получат этот… Помогут себе? Помогут себе этот инструментарий, сборники упражнений, комплекты настольных игр. Они освоят эти технологии и пойдут с этим вот… В народ. В народ, да. И я уверена, что вот именно за этими технологиями будущее и как раз вот этот проект направлен на то, чтобы… Как тот камешек, мы бросили камешек, а дальше уже круги, и чем больше людей, большему количеству людей мы поможем, тем будет лучше. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он интересен чем? У вас праздники очень хорошие проходят на территории вашего дворца. И вот один из ближайших праздников, который проходил, мы сейчас его увидим. В небольшом зале Самарского дворца ветеранов яблоку негде упасть. Традиционный осенний праздник собрал самых творческих дачников и изобретательных мастеров кулинарного дела. На столах не просто блюда из овощей и фруктов, а настоящие произведения искусства. Здесь оживают кабачки и перцы, а яблоки превращаются в гусениц. Уже более 10 лет в начале осени дворец ветеранов совместно с Самарской организацией Всероссийского общества инвалидов проводят праздник урожая под названием «Осенний калейдоскоп». Мы знаем, что в каждой организации есть хорошие активные хозяйки, хорошие огородницы. Раньше это начиналось как конкурс, то есть было первое, второе, третье место, но потом мы решили, что они все молодцы, они все победители. И сейчас это не конкурс, а просто большой праздник, на котором они представляют свое искусство, свое творчество и свое хозяйство. Праздник в осени предшествует тщательная подготовка. Каждая команда продумывает меню, поделки и костюмы. Обязательная часть программы – презентация своего стола. Людмила Коткина представляет Кировское районное отделение Всероссийского общества инвалидов. Уже много лет она принимает участие в празднике. Каждый год поражается изобретательностью и фантазией своих коллег по команде. Вот и в этом году необычное решение. Во главе стола – нарядный кабачок в платье в горошек. Всегда прям с удовольствием принимаю участие, потому что столько интересного. Фантазия людей неограниченная. Делают из овощей, из фруктов всевозможных, там, ну, зверьков, там, каких-то. Очень интересно. Желание общаться и делиться секретами садоводства и кулинарного искусства – то, что объединяет всех собравшихся. Именно благодаря этому посылу и возникла идея устраивать праздник осени. И самое главное, понимаете, ведь когда тебя кто-то похвалит, не только сам себя, а кто-то, все равно оценка себя уже намного выше, чем сам себя. На празднике выступили творческие коллективы с песнями на тему осени. Торжество завершилось дегустацией блюд. Ольга Николаевна, я хочу сказать, весело у вас проходит мероприятие. Вот я прям посмотрел. Вы знаете, Ян, у каждого мероприятия свое какое-то, всегда свои изюминки, какие-то свои находки. И коллектив дворца, вот он объединил на таких не только профессиональных, но творческих, неравнодушных людей. Поэтому в зависимости от того, кто к нам сегодня приходит на наши мероприятия, и каждый раз вот какой-то посыл и отклик тоже другой. То есть действительно вот этот сюжет продемонстрировал систему работы нашей долговременной с обществом инвалидов, с городским обществом. Это не только праздник осени, это осенние посиделки, это мероприятие, вот сейчас у нас в октябре будет по крову, это там в Рождество и так далее. И каждый раз мы хотим, чтобы не только что-то от себя предложить, но и готовясь к этим мероприятиям, люди тоже проявили и фантазию, и творчество, и тоже вот повысили свое участие, участность и причастие к тем или иным событиям. А вообще, да, концерты, праздники, 23-й творческий сезон, плана у нас очень много. Это и городские мероприятия, областные, фестивали, конкурсы, мастер-классы, вот в рамках нашей галереи «Серебряное созвездие мастеров». Это самое разное направление в рамках наших музеев патриотических, это уроки мужества, это митинги, посвященные действительно таким знаковым дням памяти в истории нашей страны. То есть мы стараемся свою деятельность сделать как можно более разнообразной, с тем, чтобы самое, ну, максимально возможное количество людей пожилых нашло у нас и занятие по душе, и получили тепло, и бодрость, и поддержку, все, что необходимо человеку в любом возрасте. Ну, 28 творческих коллективов, конечно, выборы огромные. А, кстати, а сколько у вас всего приходит? Вот у вас, ну, сколько людей вот у вас посещает, скажем так? Вы знаете, ну, Дворец ветеранов – это сегодня три здания. Это наше основное здание в Парке Победы, и у нас есть два клуба ветеранов. Один в Советском районе, Клуб ветеранов «Самарская мозаика», и в Красноглинском районе Клуб ветеранов «Вдохновение». И вот основное здание и два наших подразделения ежемесячно проводят мероприятия каждый месяц более чем для 6 тысяч человек. 6 тысяч каждый месяц. Кто-то у нас участвует в работе в творческих коллективах, кто-то приходит на мероприятия, на концерты, на выставки, на фестивали. Кто-то приходит к нам учиться на тех же компьютерных курсах, на образовательных курсах, там, с телефоном на «ты» и так далее. А кто-то приходит, чтобы найти занятие себе по душе и найти единомышленников. Друзей? Друзей, да, друзей. То есть одним вот из таких серьезных направлений – это работа с общественными организациями. То есть практически сейчас любая общественная организация ветеранов-инвалидов нашего города и области имеет возможность не только собраться под гостеприимной крышей Дворца и ветеранов, но и мы предлагаем услуги, я имею в виду коллектив Дворца, в плане организации их мероприятий. То есть приходят, например, блокадники и говорят, 8 сентября – День памяти, начало блокады Ленинграда. Мы хотели собраться в этот день. И коллектив Дворца подготовил и митинг в Парке Победы у памятника блокадникам и защитникам Ленинграда. Провели поминальный обед, выставку. То есть вот практически от ветеранов необходимо только до нас дойти, к нам приехать. Но и, конечно, мы работаем над тем, понимая, что не каждый в силу возраста, в силу удаленности от Дворца имеет возможность к нам прийти. Очень много форматов имеют виртуальный формат мероприятий. То есть те же концерты мы записываем, и можно на нашем сайте их посмотреть. Вот в частности, 29 сентября мы провели большой праздничный концерт к Дню пожилого человека. Да, как он проходил у вас? Называется он «Нам года не беда». Как всегда, очень душевно, позитивно вела его наш друг Ольга Алексеевна Король. Это особая атмосфера. Это отдельная история. Это отдельная история, да. И особая атмосфера в зале. В связи с тем, что вот единственная, может быть, проблема у Дворца, у нас нет концертного зала. Тот концертный зал, он рассчитан на 80 мест, которые есть во Дворце. Он не позволяет нам вот в полном масштабе проводить наше мероприятие. Поэтому этот концерт, посвященный Дню пожилого человека, мы задумали и провели в Доме культуры Победа. На большой сцене, в хорошем зале. Да, с тем, чтобы вот и наши творческие коллективы могли себя показать по достоинству в полной мере. И у людей в зале тоже вот такое возникло ощущение тепла и доброты. Что вот, может быть, особенность этого мероприятия была, что мы почестовали пожилых людей, которые сейчас ведут очень серьезную такую волонтерскую работу. То есть у нас есть друзья, наши партнеры, которые организовали творческие коллективы. Такие, например, как Коротков Вячеслав Владимирович. Он собрал единомышленников, которые в вокальный клуб ретро, который интересуется советской эстрадой. И сейчас это очень мощный коллектив, который выступает не только во Дворце, но и практически в каждом парке города дискотеки, ретро-дискотеки, танцевальные вечера. То есть 50-е, 60-е, 70-е. Да, да, да. Вот то, что бальзам на душу. И очень приятно, что вот в рамках этого мероприятия мы смогли сказать спасибо этому человеку, что вот это ведь собственное личное время. Конечно. Это собственный ресурс, он не получает зарплату. Это действительно вот активный такой общественник. И таких достаточно много. Зоя Николаевна Пахомова. Она сама участница двух наших творческих коллективов, которые занимаются. Она и поет, она и рисует, Зоя Николаевна. А еще по нашей просьбе сейчас возглавила в рамках проекта, про который я рассказала выше, «Думай, тренируйся, живи». То есть она наставник, которая учит своих, так сказать, друзей, партнеров технологиям по сохранению памяти и внимания. То есть она проводит безвозмездные занятия. Какая молодость. И мы сказали Зое Николаевне спасибо за это. Альбина Николаевна Черкашина. У нее хореографический коллектив. И они участвуют в наших балах. Они такую вот действительно большую просветительскую работу ведут. Еще целый ряд. Юсупов Владимир Николаевич, который на общественных началах возглавляет нашу телестудию. Мои истории, про которые я сказала. То есть мы вот в рамках Дня пожилого человека еще и почествовали таких общественников, наших горожан, которые сегодня делом своей жизни действительно такую благородную миссию избрали, когда приходят и проводят занятия, мероприятия для людей пожилого возраста. Карпилова Ольга Михайловна. Это человек, который тоже уже на пенсии, но вот приходит в свое личное время и проводит такие духовно-познавательные мероприятия для жителей Красноглинского района. У нее такой лекторий. Она к ним готовится. Это и видеоряд, это и музыкальное сопровождение разным тематическим событиям посвящено. И, конечно, это концерт, это песни нашей молодости «Я люблю тебя, жизнь». Другие произведения Пахмутова и Добронравова, хореографические номера. Но это настоящий праздник. Мы отметили День пожилого человека, мы отметили вот таким мероприятием, концертно-танцевальными программами на прошлой неделе, когда можно было и послушать произведения, и потанцевать. Это же всегда приятно. Это всегда приятно. Это мероприятие, которое пройдет сегодня вот в рамках Дня учителя, но для людей, которые уже на пенсии, для ветеранов просвещения. И он тоже посвящен и Дню учителя, и Дню пожилого человека. Но они заслуживают, конечно, слов благодарности. Да, слов благодарности. Это праздничная публикация в нашей газете «Самарский ветеран», когда мы всех пожилых жителей Самары поздравляем с Днем Мудрого Человека. Мы так договорились его называть. И используем это просто как повод собраться, сверить свои мысли, чувства, понять, что Дворец ветеранов – это место, где их ждут и готовы максимально сделать возможное, чтобы активное долголетие действительно из такого словосочетания стало реальностью, стало действительностью. Ну, у вас же, тем более, если говорить об активном долголетии, у вас же вот есть очень замечательные и спортивные, ну, скажем так, спортивно-оздоровительные клубы, плюс у вас шахматный кружок, если говорить о когнитивных, так сказать, вопросах. У вас такие шахматисты, насколько я знаю, замечательные. Кстати, вот, всегда интересно было, что шахмат – это такой вот вид спорта, который для людей всех возрастов. И, соответственно, могут, например, прийти дети и поиграть с вашими ветеранами. Просто даже интересно, например, кто выиграет. Условно говоря, там, мальчик 14 лет там или там дедушка 75-ти, например. Это же очень интересная будет партия. Прецеденты такие были, действительно, когда такие разновозрастные. Ну да, спортсмен-разрядник молодой или такой… Шахматные баталии, да. Да, вообще, это не только шахматный клуб. Мы каждый год, вот в рамках творческого сезона, проводим шахматные турниры для ветеранов. То есть, когда все 9 районов имеют возможность сформировать команду ветеранов-шахматистов и участвовать в шахматном турнире. Это и личное первенство, и командное первенство. Это, действительно, вот такие серьезные шахматные баталии, которые позволяют не только… Думаю, что там, кто побеждает, это прямо реально хорошие мастера. Это реально хорошие мастера. И мы понимаем, что вот ветеранское, такой, ну, пласт, что ли, возрастной, как раз вот дворец ветеранов позволяет людям проявить свои способности и возможности в этом шахматном турнире. А вообще, говоря, да, про физкультурно-оздоровительное направление, мы понимаем, что двигательная активность очень важна. Очень важна для людей пожилого возраста особенно. Поэтому у нас есть несколько групп здоровья, которые позволяют людям найти тоже, ну, что подходит, к чему душа лежит. То есть, два раза в неделю, например, у нас утренняя зарядка. Понедельник, четверг с половины девятого. Вот сейчас погода позволяет на воздухе целый час нашим инструкторам, на все группы мышц провести такую зарядку. У нас есть группа аэробики, у нас есть скандинавская ходьба, у нас есть объединение, которое называется просто веселые старты. И они вот по настроению и могут и подурачиться в какие-то спортивные такие игры провести. Поэтому было бы желание, было бы желание, да. И те же наши хореографические коллективы, они дают очень серьезную, мощную физическую нагрузку. У нас ансамбль бального танца «Сеньоры», у нас хореографический ансамбль «Волжаночка», у нас ретро-стиль, у нас коллектив, который называется «Леди Шарм». И вот на любой, на любой спрос, на любой вкус. Кстати, вот к нашим новым проектам сейчас, может быть, вот в полоне информации, наш хореографический ансамбль «Сеньоры», который имеет звание «Народный самодеятельный коллектив», это стабильный, концертирующий коллектив, 20 лет он назад был создан. А сейчас мы набираем подготовительную группу, то есть для людей, которые не имеют ни подготовки, но есть большое желание двигаться красиво, заниматься вот хореографией. Поэтому приходите вот в подготовительную. Добро пожаловать. Я предлагаю сделать еще одну паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается такой интересного тоже сегмента, как музей вашей. И затем прям вот немножечко у нас времени остается, об этом тоже поговорим. Музей малолетних узников фашистских концлагерей «Непокоренные» по размерам невелик. Но Ольга Петрушкина может рассказывать об экспонатах часами. Частые гости здесь школьники. О многих вещах они слышат впервые. Лагеря, их очень много, страшно. Вот эти вот газовые помещения, в которых людей сгоняли, страшно, очень. Каждый экспонат и каждая фотография здесь уникальны. Собирать их в свое время помогали сами бывшие малолетние узники концлагерей. Например, этот кесет был найден в лагере «Аушвиц» или «Асвенцем», как называют его поляки, у входа в газовую камеру. Вот этот кесет, так как он был найден у входа в газовую камеру, это в любом случае свидетельство того, что его хозяин, к сожалению, погиб в застенках этого лагеря. Но то, что в результате вот такого долгого путешествия, вот такими долгими путями этот экспонат попал к нам в музей, это невероятная удача, потому что мы имеем возможность вот так через вот такие маленькие предметы прикоснуться к истории, прикоснуться к судьбам людей. Музей «Непокоренные» – один из немногих в Самаре, где рассказывают о том, что такое фашизм в отношении мирного населения. Раньше экскурсии проводили сами бывшие малолетние узники концлагерей. К сожалению, сейчас многих уже не стало, но их дело продолжается. Музей «Непокоренные» создан в 2008 году при Дворце ветеранов по инициативе членов Самарской региональной общественной организации бывших малолетних узников концлагерей. Экспозиция открыта ежедневно. Здесь проводят экскурсии не только для школьников, но и для взрослых. Приходят сюда и целыми семьями. Ольга Николаевна, шок у вас сего музей? Потому что вот это, например, просто уникальное, я считаю. На сегодняшний день в здании Самарского дворца ветеранов три музейных экспозиции. Первая музейная экспозиция, про которую сейчас было сказано, это действительно уникальный музей, которого и создали сами узники фашистских концлагерей. Называется он «Непокоренные». Музей, который рассказывает о самых страшных страницах Великой Отечественной войны, потому что оно касалось маленьких детей, маленьких детей и их матерей прежде всего. Действительно, музей, который на сегодняшний день может предложить экскурсионно и исследования, такие уже обобщенные, несколько тем. Это тема Холокоста, это тема Великой Отечественной войны, это тема фашизма в отношении мирного населения. И практически вот, ну, единственное ограничение в этот музей, мы все-таки приглашаем школьников и молодежь старше шестого класса. Ну, конечно, потому что это слишком тяжелая тема. Это слишком тяжелая тема, да, 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 это очень страшно, это очень страшно, и мы должны сделать все, чтобы это не повторилось сегодня. Тема фашизма, неофашизма. Второй музей, который мы открыли в год 75-летия Победы, он называется «Культура и искусство города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны». Когда мы задумывали этот музей, важно было показать и рассказать о том, как Куйбышев одномоментно из тихого провинциального города в 1941 году превратился не только в запасную столицу всего СССР, но в то время наш Куйбышев стал и культурной столицей всей нашей страны. И этот музей состоит из двух залов. Первый зал, вот он как раз рассказывает о Куйбышеве довоенном, какие действовали учреждения культуры, чем жил город. Он такая есть иллюзия того, что вот когда в этот первый зал, что мы в будке кинотеатра, и мы имеем возможность, и у нас аппарат, вот этот вот демонстрирующий 1939 года. То есть основным видом искусства было кино. Мы знаем, что Тимур и его команда был снят в Куйбышеве. Мы показываем это все и говорим о том, что вот 22 июня 1941 года Волжская коммуна, она не напечатала ни одного материала о том, что началась война. То есть Куйбышев жил еще спокойной, такой довоенной жизнью. И как изменилась жизнь уже вот с началом войны. Это следующий зал. И здесь тематика... Ольга Николаевна, подсказывает, к сожалению, прошу прощения, что время программы подходит к концу, вот второй музей. А третий музей, вы сказали, да? Третий музей, галерея «Серебряное созвездие мастеров». То есть это достижение граждан пожилого возраста, которые занимаются творчеством, самым разным, декоративно-прикладным. И, может быть, вот самое главное, что я хотела бы сказать, что сейчас идет работа в рамках нового проекта. Мы создаем музейную экспозицию на защите Отечества. То есть экспозиция, которая расскажет о том, что есть такая профессия – Родину защищать. И мы для себя определили, что мы начинаем от солдата Великой Отечественной войны до сегодняшних ребят, до сегодняшних солдат, которые сегодня защищают нашу страну в зоне СВО. Спасибо за интересную содержательную беседу. Увидимся вновь и обсудим обязательно. В нашей студии была Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения Дворец ветераново городского округа Самара. Помните, что все мы будем когда-нибудь пожилыми людьми. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин